Всем бонжур, лап мои! Меня зовут Полина, и сегодня мы с вами поговорим про мир Гарри Поттера и про новую книгу Джан Роулинг «Рождественский поросенок». Сразу хочу обрисовать некоторые моменты. Не хотелось мне первым видео в 2022 году выпускать разговор про мертвых детей под Рождество. Да, если вы поняли, нужно ожидать разговора про мальчика у Христа на елке Федора Михайловича Достоевского. Сегодняшнее видео, оно скорее про настроение, потому что мне хочется, чтобы 2022 год у нас начинался с каких-то более позитивных моментов и историй. Именно поэтому я решила поговорить про Гарри Поттера и вот данную книгу, данную работу Джан Роулинг. Но для начала давайте похвастайтесь, как вы встретили Новый год, что вам подарили такого особенного. Я в этом январе поняла, насколько важно хвастаться вниманием близким, хвастаться своими подарками, потому что именно в такие моменты мы начинаем чувствовать себя детьми. Муж, например, просто завалил меня подарками. Тут и парфюм, и машинка для срезания катышков с одежды. Не спрашивайте, я давно хотела именно такую и даже несколько раз произносила свою хотелку вслух. Видимо, муж запомнил и осуществил мою мечту. И серебро в тему, и комфорт для работы. Подруга подарила мне ту самую коробочку, которую вы наверняка часто видели в ТикТоке. Открываешь отделение по порядку и угадываешь, какой персонаж вселенной Гарри Поттера находится внутри. Но, конечно, самым главным и самым масштабным подарком на этот Новый год для меня стал набор Лего. У меня с Лего вообще очень долгие, очень теплые отношения с детства, но, увы, когда я была маленькой, конструкторы мне не дарили. Ну, потому что, мол, это все для мальчиков. Поэтому сейчас, когда мне уже совсем скоро 32 года, я немножко так компенсирую. Ну и вот представьте, 30 декабря. Настроение у меня, честно говоря, не к черту. Но мне звонит курьер, я открываю дверь и вижу, что он тащит ко мне какую-то огромную-огромную коробку. И, конечно, в этот момент настроение моментально улучшилось. Да, вот такая вот я меркантильная наивная девочка. Но, поверьте, когда вы видите этот набор, все внутри вас замирает. Особенно, если вы огромный поклонник вселенной мира Гарри Поттера. Этот набор, насколько я помню, презентовали братья Фелпсы, которые играли близнецов Уизли. И когда два года назад я смотрела это видео, я чуть ли не рыдала. Но еще раз скажу, потому что я сентиментальная рожа, и практически все, что связано с миром Гарри Поттера, может довести меня до слез. Ну и, конечно же, вся подготовка, все салаты, все было отодвинуто на задний план, потому что мне скорее хотелось собирать косой переулок. Я в первую очередь кинулась собирать лавку Оливандера. Этот набор совмещен вместе с лавкой письменных принадлежностей. Ну, а муж собирал небольшой офис ежедневного пророка и магазин все для квиддича. Да, практически весь день 30 декабря мы потратили вот на эти наборы, потому что действительно очень сложно оторваться. И для меня Лего испокон веков это своего рода медитация. Когда вы работаете с этими маленькими деталями, когда вы видите, как из ничего у вас получается нечто масштабное, что дорого вашему сердцу, все остальные проблемы, они как будто бы уходят на задний план. И, возможно, именно в этом секрет моего сегодняшнего настроения. Оно, как вы могли заметить, очень-очень хорошее. Именно потому что, да, этот год я начала с такой вот медитации, с созидания, можно сказать, и создания чего-то очень близкого моей душе своими руками. И потом, когда домики уже собраны, вам, в принципе, и не хочется с этим играть. Потому что самое важное, это, конечно же, процесс сборки, процесс появления из этих кубиков чего-то масштабного и объемного. И знаете, когда я сейчас смотрю на этот набор, и он действительно всегда будет находиться рядом со мной, буквально соседствовать будет со всеми книгами по Гарри Поттеру, мне кажется, что одно лицезрение этого набора вызывает у меня какие-то теплые чувства. Я уверена, что каждый раз, бросая взгляд на косой переулок, я буду вспоминать начало 2022 года и прекрасное время сборки. Кстати, магазин умников Уизли я собирала последним, последним он идет в наборе, и сборка этого домика заняла у меня, по сути, 5 часов. Я включила Гарри Поттера и как раз два фильма «Философский камень» и «Тайная комната». Именно столько по времени занял процесс сборки. Я, как вы уже могли понять, большая поклонница Гарри Поттера. И, естественно, когда вышли новости о том, что грядет спецэпизод, спецвыпуск, большой такой масштабный документальный фильм, связанный с этой вселенной, я, как и многие другие, включила режим ожидания. Да, как и многие другие, я следила за новостями, связанными с именем Джан Роулинг. Сначала говорили, что ее не позвали в эпизод вообще из-за ее трансфобии. Затем говорили, что нет, она все-таки будет. И мы действительно увидели в этом фильме архивные кадры съемки с 2019 года. Некоторые СМИ писали о том, что эти архивные кадры были вмонтированы в уже готовый фильм из-за того, что огромное количество поклонников Гарри Поттера и Джан Роулинг стали бить бучу из-за того, что ее не будет. Однако, не так давно, 30 декабря, интертеймент написали о том, что Джан Роулинг получала приглашение. Но именно она сама и ее команда это приглашение отклонили. По каким причинам Джан решила не присутствовать на съемках, неизвестно. Но и гадать тем более я не люблю и вам не советую. Что есть, то есть. Однако Джан Роулинг, пускай даже в виде архивных съемок 2019 года, в фильме присутствует. В любом случае, наверное, сейчас будет самый сложный для меня разговор в рамках этого видео, потому что нынче говорить про Джан Роулинг это вроде променада по минному полю. Ведь если скажешь, что тебе она нравится, ты ее поддерживаешь, тебя сразу же обвинят в трансфобии просто за компанию, скажешь, что ты не понимаешь хейта в ее сторону, и, конечно же, тебе прилетят обвинения в том, что ты лицемерная мразь. И беда в том, что мир вокруг Джан Роулинг как будто бы обязан поделиться на черное и на белое, как будто бы не существует золотой середины или равнодушие. Если ты за Роулинг, то ты против трансперсон. Если ты против Роулинг, то, пожалуйста, перестань быть лицемерным, выкини все книги, связанные с Гарри Поттером из своей библиотеки, и, в конце концов, перестань пересматривать фильмы, которые ты и так знаешь наизусть. Мне недавно показалось, что вокруг Джан Роулинг как будто бы намазана заклятием умножения обиды. Давайте я обрисую свою позицию раз и навсегда. Я не поддерживаю Джан Роулинг и не разделяю ее позицию как один огромный пирог. Но при этом я не разделяю хейт и ненависть, которые транслируют некоторые представители транссообщества в ее сторону. И вообще, знаете, я воспринимаю всю эту ситуацию как такой маленький ребенок или котенок, который сидит где-то на полу, играется со своим лего, а где-то там, наверху, великие люди, большие, взрослые спорят между собой и грозятся друг другу набить морду и отрезать руки-ноги. И мне, как долбанной королеве красоты, хочется просто кричать им, эй, ребят, перестаньте, давайте попробуем услышать друг друга, давайте попробуем вспомнить, что книги Джан Роулинг вообще-то были про любовь и поддержку. Но ни та сторона взрослых, ни эта сторона взрослых меня, естественно, не услышит, к сожалению. И да, да, мне бы хотелось мира во всем мире, да, мне бы хотелось, чтобы люди наконец-то перестали транслировать этот хейт и эту ненависть, перестали культивировать это негативное отношение друг к другу. Но, к сожалению, у меня нет такого количества амартенции, чтобы весь мир окутала любовь и все бы ходили милые и ласковые, как добрые котятки. Нет, такого, к сожалению, никогда не произойдет. И, конечно, хочется привести довольно банальный пример. Если человек, например, боится и не любит котов, то вряд ли он станет их любить, если эти коты каждый раз пытаются выцарапать ему глаза при встрече. Банальщина, но факт. Твиттер – это не то место, где нужно бороться за права и отстаивать свою точку зрения. В конце концов, там слишком мало буков. Ну а спецэпизод? Спецэпизод, несмотря ни на что, был прекрасен, и мне он очень сильно понравился. Я, буду откровенно, начала шмыгать носом, и глаза мои заслезились буквально сразу же. Как только ему Уотсон получает свое письмо, я и почувствовала, как у меня свербит в носу, но я пыталась себя сдержать. Однако, фильм сделан прекрасно. Искренние эмоции, которые опять же роднят теперь нас с этими персонажами и с этими актерами еще больше. Когда вы видите, как Дэниел Рэдклифф плачет, вспоминая свое детство, вспоминая, какую огромную великую роль Гарри Поттер сыграл в его жизни, мне кажется, только черствый человек может пожать плечами и сказать, что это неискренне. Да, они актеры. Но было бы странно, если бы они делали вид, что Гарри Поттер для них ничего не значит, что это было бы игрой, и игрой осталось. Нет, действительно, Гарри Поттер – это огромная часть их жизни, нашей жизни. И я уверена, что многие из вас сейчас понимают те же самые чувства, которые испытываю я, потому что я сейчас даже вспоминаю этот фильм, вспоминаю какие-то моменты. Вряд ли можно говорить о том, что я узнала что-то новое, потому что, как выяснилось, даже мы, фанаты, более вовлечены в эту вселенную, чем актеры, которые в ней играли, да? Ну, вспомните, как Гарри Олдман удивляется, что Алан Рикман изначально знал, чем закончится история, а все остальные нет. Мы знаем это просто. Для нас это знание примерно такое же, как знание, что Анна Каренина прыгнет под поезд. Оно есть где-то внутри, на каком-то генетическом уровне, а у актеров этого нет. Но несмотря на то, что я не узнала ничего нового, мне было просто приятно видеть своих любимых актеров, своих любимых персонажей в тех же самых декорациях, слышать ту же самую музыку. Мне очень понравился момент посвящения умершим, да, актерам из этого фильма. Это было все очень и очень правильно. И да, совершенно правильно, и пускай предсказуемо, что закончился этот фильм строчками всегда. Но так и должно быть. Мне кажется, я никогда не брошу эту вселенную. Для меня просто это невообразимо. Я не знаю, что должно произойти, чтобы я отказалась от этой вселенной и сказала, что Гарри Поттер для меня ничего не значит. Потому что действительно Гарри Поттер был со мной в самые нужные, самые важные моменты. Он помогал мне справиться с тем, кто я есть и кем бы я хотела быть. Помогал вылазить из депрессии, бороться с тоской. И много-много чего другого связывает меня со всем этим. Поэтому я настоятельно рекомендую вам посмотреть этот фильм. Не обижаться на создателей фильма, что они, оказывается, не позвали Джан Роулинг, потому что выясняется, что они ее звали, но она отказалась сама. Просто будьте более открыты, наверное, к такому контенту, который действительно напоминает нам о любимой сказке детства и позволяет вспомнить, каково это быть ребенком. Ну и теперь, раз весь этот ролик у меня упирается в тот факт, что нужно не забывать о своем внутреннем чаде, да, и как-то с ним поддерживать все-таки связь, периодически звонить и спрашивать, не жрет ли он одни пельмени и не готов ли он еще залезть в петлю, мы с вами поговорим про рождественского поросенка. И если вы подписаны на мой инстаграм, то вы, скорее всего, уже видели, что под супер-обложкой у нас скрывается красный диплом свиньи, но это, конечно, не так. Книжка эта вышла еще в прошлом году и, на самом деле, довольно задолго до Нового года, но книга полностью рождественская, она завязана именно на сочельнике, именно на том времени, когда оживают игрушки, когда мир становится шире и когда все фантазии способны сбываться. Главный герой этой книги маленький мальчик Джек, и у него есть любимая игрушка, это поросенок, он же пасенок, он же пок. И буквально за несколько первых глав мы с вами узнаем, что родители мальчика, который вроде бы живет весело, вроде бы у него в жизни все хорошо, родители разводятся, и ему нужно остаться с мамой. Мама его начинает встречаться с другим мужчиной, и вот у этого мужчины есть девочка, дочь, которая старше нашего Джека, и у нее тот самый противный переходный возраст, когда ей кажется, что ее никто не любит. И поэтому, ввиду своей агрессии, своих внутренних конфликтов, она выбрасывает поросенка Пока из окна едущей машины. И все, поросенок пропал. Мальчик, естественно, страдает, мальчик, естественно, печалится, но эта девочка, понимая свою вину, дарит ему игрушку. Девочку, кстати, зовут Холли, что тоже довольно символично. Она дарит ему другого поросенка, пытаясь загладить свою вину. Он, естественно, понимает, что ни одна игрушка не заменит ту самую. И тогда рождественский поросенок оживает и предлагает отправиться ему в страну потерь, дабы найти того самого пасенка Пока. И мне не хочется сейчас спойлерить, я лишь в общих чертах скажу, что книга эта безумно добрая. Я вообще задавалась вопросом, как так Роулинг, который получает такое количество ненависти, свой адрес, такое количество запугиваний продолжает быть довольно светлым человеком, по крайней мере, на страницах книг, которые она пишет. И да, мне не очень нравится Икобок, вообще не понравился Икобок, я бы сказала, но Рождественский поросенок это была очень добрая книжка, которая тоже была мне необходима в конце 2021 года. Год, напомню, был для меня очень тяжелым. И та доброта, то отношение, которое появляется у Джека к своему новому поросенку Року, она тоже зарождается не просто так. Мы с вами видим все эти испытания, которые они проходят. Роулинг отлично прописала ту самую страну потерь, куда отправляется наш маленький герой со своим новым другом. И мне показалось, что в книге полным-полно воспитательных функций. Конечно, но самое удивительное, самое удивительное, что эта книга повлияла и на меня, на взрослого человека. Я даже отправилась домой к своей маме и забрала свою любимую игрушку. Да, вот так вот выглядел мой зайчик, которого мне подарили, кажется, года в четыре. И почему-то его присутствие в моей жизни ассоциируется у меня с песней Агаты Кристи «Сказочная тайга». Потому что мама говорила, что он пришел ко мне из леса, если я ничего не путаю сейчас и не ошибаюсь. Ну, в общем, да, вот этот паренек, видимо, под руку с сатаной дошел до моего дома и остался у меня жить. Я возила его везде с собой, буквально. Я таскала его с собой в Грецию, в Китай. И вот куда я ездила, когда была маленькая, этот братишка все время присутствовал рядом. И да, у него не было какого-то особенного имени, его звали просто Зайчик. С фантазией у меня туго, как вы могли понять. Параллельно с этими детскими воспоминаниями в книге «Рождественский поросенок Роулинг», конечно же, есть некоторая мораль бережного отношения к вещам, которые на первый взгляд кажутся тебе совершенно некрасивыми, неправильными и ненужными. И удивительным образом, когда я дочитала эту книгу, на следующее утро я случайно сломала фигурку Гарри Поттера, которая стояла у меня на книгах. Я убил Гарри Поттера! Но в моем случае, к сожалению, это не прикольный косплей на Невилла. Я буквально помогла темному лорду. И мне кажется, что это очень плохая примета. Но что-то во мне включилось, и я решила его склеить обратно. Да, несмотря на то, что эта фигурка кажется мне страшненькой, она плохо прорисована, но все-таки мне показалось, будет как-то стыдно, что ли, после прочтения «Рождественского поросенка» взять да выкинуть какую-то статуэтку. Потому что бережное отношение и к вещам, и какое-то разумное потребление, в том числе на страницах книги, присутствует. И мне кажется, это действительно хорошая книга, которую есть смысл читать своим детям. Возможно, если бы у меня были когда-нибудь дети, я бы им читала как раз такую литературу. Очень сложно прикинуть, с какого возраста эту книжку можно читать, потому что, например, уже ближе к концу мы с вами встречаем некоторый тоталитаризм. Ну да, было бы странно, если бы в сказке не было какого-нибудь злодея, который очень сильно напоминает некоторых правителей современного мира. Но что есть, то есть. Опять же, в конце концов, тоталитаризм есть немножечко совсем очень сильный и в Гарри Поттере. Я сейчас перечитываю «Орден Феникса» и обращаю внимание, насколько же много там деталей, связанных именно с миром, да, с этим мироустройством вселенной Гарри Поттера. И да, в том числе и политических моментов. Но это, возможно, как бы опять мой СПГС, однако ничего с собой поделать не могу. Одним словом, я вам хочу сказать, что почитайте «Рождественского поросенка». Насколько я знаю, он уже присутствует и в аудиоформате, и в электронных форматах. Также можно эту книгу найти. И говорить, изучить не буду. Просто провести один вечер, одну ночь вместе с довольно теплой и хорошей книгой. Должна еще также вам сказать, что, понятное дело, Роулин, когда выдает свои новые книжки, мне кажется, она как-то не надеется на успех Гарри Поттера. И у этой книги, конечно, такого успеха не будет, но она хороша. В этой книге прекрасные иллюстрации. И мне даже несколько жаль, что они черно-белые. Я бы с удовольствием посмотрела, какие они в цвете. Но, с другой стороны, я могу подключить свою собственную фантазию, с которой у меня, как вы уже поняли, проблемы. Однако, книжка читается очень быстро, оставляет после себя такое светлое послевкусие. И при этом нет какой-то, знаете, грусти. Есть вот действительно желание взять свою старую любимую игрушку, которая, возможно, уже больше 25 лет. Нет, ему получается как раз 25 лет. Удивительно сохранился на самом деле. Я хуже выглядела в своей 25. Но, в любом случае, мне показалось, что «Рождественский поросенок» действительно крайне рождественская сказка. И мне бы хотелось действительно, чтобы люди ее почитали и несколько вспомнили про то, что вокруг них есть другие люди. И не всегда залезешь каждому в голову, чтобы понять, почему кто-то ведет себя злобно или агрессивно. И мне бы вообще хотелось, чтобы вот в этом году все было как-то проще, добрее, светлее. И я еще раз повторю, давайте перестанем культивировать ненависть. Это уже никому, мне кажется, неинтересно. Мы все устали от этого. Полным-полно в мире тупости, глупости, хейта и агрессии. Ну, не знаю, просто вдруг вам тоже немножко надоело все это, и вам хочется попробовать что-нибудь новенькое. Ну, а я на этом буду с вами прощаться. В ближайшее время ждите большой разговор про мальчика у Христа на елке Федора Достоевского. Совсем скоро выйдет. Но и не буду с вами надолго прощаться, ведь в конце концов в моем инстаграме мы с вами видимся чаще, так что подписывайтесь, подписывайтесь на канал. Ну, а мы с вами будем и дальше читать вместе.